приветствуем вас наши дорогие телезрители наши слушатели наши подписчики сегодня у нас беседа попытка номер два до беседа с тианой тиана здравствуй здравствуй как себя чувствуешь нормально нормально в боевом режиме это значит очень хорошо итак тема сегодняшнего нашего эфира ченнелинг как способ восприятия мира тиана прежде чем я тебе начну задавать вопросы про твои способности про твой талант и про твой дар ответ пожалуйста на такой вступительный вопрос что такое ченнелинг в общем понимании и кто такие ченнелеры я начну с конца как всегда в моем представлении опять-таки ченнелер это человек которого устройство мироздания интересует настолько что становится смыслом его существование осознанного существования ежедневного существования и когда это происходит такой человек его сознание когда он изучает изучает погружается во всякие теории в эзотерику физику в квантовую механику такое сознание засвечивается для высших сутей соответствующим образом это сознание замечают и с ним начинают общаться и давать ему информацию то есть высшие сути высшие разумы замечают это сознание считывать его как потенциальное как возможность передать информацию для нас для людей для землян и таким образом ченнелерство становится профессией призванием ну так я вижу этот процесс спасибо я думаю что важным моментом тоже было бы задать вопрос а кто же такие высшие сути внепланетарного масштаба расскажи пожалуйста нашим слушателям потому что у многих людей складывается впечатление что высшие сути это какого-то рода духи или астральные сути и так далее так вот кто же такие высшие сути внепланетарного масштаба ну наверное не масштаба планов все-таки масштаб это все-таки у нас тут это размер это какие-то условные единицы у них там нет масштаба ну или во всяком случае он не такой как у нас высшие сути включая и духов и астральных существ обитателей которых тоже можно считать в принципе сутями высшего внепланетарного клана потому что на планете их как бы нет в нашей иллюзии плотной но в принципе как бы те высшие разумы которые дают информацию это как правило иерархия архитекторы сценаристы и высшие цивилизации то есть те разумы которые курируют те процессы которые происходят на земле которые курируют и не только землю и другие миры то есть тут мы говорим уже о лестнице мироздания иерархии но в общем ответ такой что даже тех же астральных существ их тоже можно считать высшими сутями нам нужно просто различать градацию между ними различать опять-таки эту же самую лестницу и понимать какого плана информация будет с какого уровня поступать потому что например беседа с духами не даст картины устройство допустим ну не знаю устройство мироздания в целом например или устройство каких-то полей или работы каких-то планетарных систем законов каких-то физической иллюзии законов какого-то того же астрального мира то есть понимание каких-то процессов глобальных процессов она происходит приходит все таки от более высоких структур чем духи и какие-то астральные сути но у каждого каждый может из них давать информацию ту которая его уровню подвластно та которая на его уровне существует и может быть нами усвоено и опять-таки усваивается информация согласно принимающей стороне то есть не все допустим информацию от одного и того же архитектор или этот или от одного и того же духа примут одинаково то есть это тоже надо понимать это я думаю мы дальше тоже рассмотрим конечно спасибо за такой подробный ответ у меня возник следующий вопрос из твоих ответов почему в разных религиях и традициях мира информация от высших сил или от высших сутей представлена по-разному например тот же галтама будда или ешуа который который в христианстве зовут иисус христос поняла да они в принципе тоже были одни из высших сути которые воплотились на земле в человеческих человеческих телах почему информация от них представлена по-разному на земле то есть я приведу вчерашний пример вот свежий пример я думаю на примере будет проще понять мне сделали афишу на которой афишу концерта хорового на котором для которой взяли картину одного норвежского художника и на ней изображена такая вот весна и страшное дерево которое как бы вылазит из какой-то возвышенности и вот у него такие руки и ветки и такие дупла как страшные глаза и рот это афиша для концерта эта картина известного художника я поделилась этим ужасом у меня реально возникла паника ужас я бы на такой концерт не пошла говорю вам честно и я поделилась своей группе в синергию просто посмеялись и вдруг люди начали писать что это прекрасная картина что они там видят весну что они там видят молодую так сказать женщину которая потягивается которая пробудилась и сейчас вот эту всю зиму расцветит расцветет то есть кто-то увидел вообще там рассветы какие-то то есть я вдруг поняла что одна и та же картина для уже для четырех человек выглядит по-разному и я тогда немножечко так то есть почему я прочитала в этом такой вот страшного монстра который нападет на хористов то есть для меня эти руки были страшными для кого-то это было просто подтягивание понимаете пример метафору то есть явление одно и то же сознание уровень даже не уровень развития а уровень восприятия то есть вид восприятия одной и той же информации у разных сознаний разные даже если они стоят примерно на одном уровне развития духовного и интеллектуального каждый по-своему видит цвет каждый по-своему чувствует вкус то есть вот допустим твой кислый и мой кислый это будут два разных кислых то есть это же ну у нас как бы . сборки наши люди это все индивидуально складывается поэтому вот вот такой вот ответ одна и та же информация разными расами разными народами будет восприниматься по-разному из-за того что у нас разные энергосистемы у нас и китайцев абсолютно разные энергосистемы у нас даже чакры работают по-разному мы эти же даже если брать каких-то индейцев или цыган или другие расы там вообще все другое там та же информация будет вообще по-другому считываться то есть это как раз о том что нет абсолютной какой-то истины здесь трехмерности то есть есть объективная какая-то данность и она просто считывается согласно точки сборки и точки восприятия согласно тому уровню на котором данная народность или раса или находится я поняла спасибо тяна меня следующий вопрос возник из той информации которую ты говоришь мне стало интересно скажи пожалуйста влияет ли на восприятие информации от высших сил чистота проводника то есть чистота ченнеллера например если у ченнеллера есть какие-то деструктивные программы или блоки или какие-то другие дисбалансы я бы так сказала в его энергосистеме психики на ментальном слое то есть в сознании будет ли это влиять на чистоту восприятия информации ведь практически все ченнеллеры которые были до на земле тот же леонардо да винчи никола тесла другие другие известные ченнеллеры они ведь вас при воспринимали информацию совершенно по-разному я уже не говорю про например про тех некоторых апостолов библии которые воспринимали как по моему личному мнению я ни в коем случае не хочу сейчас никого обидеть но как по моему личному мнению у них были все-таки деструктивные программы и блоки которые которые послали церковные грегор да твое мнение по этому ну смотри здесь как бы мы говорим о профессионализме то есть все могут научиться играть на скрипке но гениальными этом поганини или понимаете да там забыла просто скрипачей ну или этом святославу рихтером может стать не каждый может стать один из нескольких тысяч это очень также и здесь если мы говорим о ченнеллинге как о профессии то есть как профессиональный ченнеллер это человек который как я вначале говорила который изучает мироздание и это становится его призванием и это призвание становится его профессии он этим зарабатывает он проводит обучение то есть понимаете я говорю об уровне профессиональном вот поэтому такой человек естественно должен быть максимально подготовлен то есть я не говорю о том что он должен сидеть 24 часа позе лотоса и левитировать но по крайней мере человек должен понимать как работать с телом как работать с энергосистемой как работают другие сознания быть хорошим психологом то есть он должен понимать знать астрономию знать физику понимаете ченнелерство профессионально требует от человека очень серьезной отдачи то же самое как и любое как музыка как живопись как я могу сравнить это скорее даже смесь искусства и науки такой вот синтез то есть ченнелер должен быть во первых очень творческим очень все-таки рациональным тут вот этот баланс да то есть не только принятие прочувствовать а еще суметь и проанализировать и передать у ченнелера профессионального должна быть поставлена речь поставлена грамотность потому что эти тексты извините ну править вот этот вот поток это человек должен это делать сам те ченнелинг которые правятся после это обидно всегда это слышно вот если говорить в общем все таки канал это есть у всех и каждый чем каждый из нас то есть если мы пользуемся опять таки пример с этими музыкантами то есть мы можем выучить ноты и играть для себя мы можем пользоваться музыкой для себя нотные грамотные для себя для своего развития поэтому свой канал должен развивать каждый до того уровня до которого ему давно до того уровня до которого ему можно максимально дойти потому что общаться со своими наставниками со своими высшими судьями со своим высшим я научиться его слышать а не только в виде интуиции воспринимать его сигналы это может каждый поэтому вот все таки нужно делать разницу между профессиональным ченнелером и обычным человеком у которого есть канал точно так же как между профессиональным музыкантом и просто хорошим любителям которые имеют это как хороших прекрасный пример мы все поняли идем дальше диана когда первый раз ты обнаружила у себя способность ченнелера как это проявлялась вот знаете честный ответ не знаю если мы поговорим о ченнелинге как удар свой удар я бы избегала такого слова как о свойстве которая душа взяла в этом воплощении слышать тонкий план понимать тонкий план и интересоваться мирозданием изучать мироздание я считаю это задача души поэтому когда к этому ребенку поступала первая информация мироздание я вот тут я не честно я не знаю я могу сказать что в три года могу сказать что в шесть лет и это будет правдой потому что я в 12 лет я например знала что человечеством управляет элита какая-то там да я как-то знал какие-то вещи просто знала поэтому когда я их приняла или с ними пришла уже родился этот ребенок это сознание с ними я не знаю но если все-таки искать какую-то отправную точку когда вот я помню что-то именно событий на можно считать что в 12 лет мне приснился сон где вот просто ко мне прилетели прекрасные белые люди мы знаем да у кто у нас длинными белоснежными волосами как как же не зло с половиной метра ростом и три да такие все прекрасные среду короче кто 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 знает тут курсе в курсе да и у меня была такая очень духовная очень романтическая любовь с одним из представителей этих цивилизаций он очень мне все как раз показывал рассказывал опыты осознанных снов когда еще никто об этом не знал что такое вот это тоже все было поэтому можно считать отправной точкой вот этот сон который не сон который был 12 лет но скорее всего этот ответ неправильный потому что принимать информацию этот это сознание начало ну я просто это знаю считается официальное открытие канала когда знаете ленточку перерезали прилетел волшебник на голубом дисколете и перерезал ленточку вот теперь ты получаешь информацию с нами общаюсь ну можем вот так вот как можно считать супер ну едем дальше тяна что тебе дается легче всего а что дается труднее твоих сеансах ченнелинга с клиентами из лично с высшими силами да то есть хорошо что ты разделила этот вопрос потому что это два абсолютно разных процесса прием прием информации от источника и прием информации по запросу клиента от источника клиента от его высшего я или его ангелов-хранителей бывают такие клиенты что про мироздание спрашивают разные бывают но это конечно два разных процесса и признаюсь честно я люблю больше говорить с источниками нет это не не в коем случае не касать не уменьшает я люблю всех клиентов которые приходят все интересные со всеми интересно работать и что мне бывает ну то есть в первом случае не бывают сложности ну я не знаю просто что можно считать сложностями поток либо есть либо нет ну как может сложность плане там ты не можешь куда-то выйти кого-то найти ну нету такого ты просто чувствуешь что сейчас извините ты просто чувствуешь что сейчас потока не будет ну какие-то может там не знаю звезды как-то не так сложились может какие-то лунные циклы планетарные циклы как-то твое поле ну пока что с чем-то не резонирует поэтому ну какие сложности тебя либо слышат либо нет ты либо принимаешь либо нет вот и все никаких сложностей с самим с самой интенсивностью канала нет если уже кто-то приходит а вот с клиентами бывают сложности какого плана сложности сонастройки опять-таки не сложности приема информации или расшифровки а сложности сонастройки с клиентами потому что все-таки но я такое существо немножко как вещь в себе да немножко прохладная эмоционально и когда очень теплые эмоциональные люди обращаются мне нужно немножко разогреться то есть мне нужно время для сонастройки и очень часто бывает так что мы просто с человеком поговорим он озвучивает свой запрос и потом я просто ночью принимаю чем уже без него то есть мне не нужно его присутствие нужно просто с ним сам устроить и вот это пожалуй единственная такая проблема можно сказать такая сложность не проблема такая сложность настройка знаете как там подкрутите там какую-то чакру подкрутить подкрутить видение подкрутить слышание ну в общем настроиться на человека бывает ну скажем так мне настроиться на кого-то оттуда проще чем на человек окей спасибо скажи ты испытываешь страх во время сеанса в особенности если ты в контакте с высшей силой не страх а можно сказать так знаете эффект алярма вот как бы ты идешь по коридору по тоннелю там ну я я то никуда не хожу я не визуал я просто знаю но ощущение такое что вот где-то есть закрытая какая-то дверь и туда лучше не ходить но скорее всего если я туда пойду то меня мои выше проводят и помогут оттуда вытащить если что но там бывают такие особенно в осознанных снах бывают такие локации куда лучше них вот это можно сказать но это не страх а такой как бы сигнал то ли пока рано или не для тебя или не надо вот такого в таком плане но страх а чего бояться но они есть если ты ну как бы пытаешься о темных товарищах спросить да именно них мне кажется очень интересно было мы многим интересно спрашивают но нет никакие вы знаете темные и злые это разные вещи но это уже такие азбучные истины говорю но те кого те кого действительно можно считать темными судьями это просто функционалы которые работают с темной материи с темной энергией фактически они помогают проявляться светлым силам они помогают распаковывать тьму свет черные дыры в белые дыры да то есть если черные дыры относятся к нашему пространству мы видим хоть как-то имеем одних теоретическое представление ту белые дыры мы только знаем что они существуют через них в этом материя приходит нашу вселенную а кто ее распаковывает это другой конец черные дыры то есть темные товарищи они просто создают нашу иллюзию создают эту плотность они рассчитывают здесь все процессы они за красоту за баланс отвечают светлые силы они отвечают больше за духовность осознанность прогресс в общем нету никаких злых каких-то там и демонов которых нужно бояться что такое инфернальный мир это вспомогательной вспомогательный слой низший такой вот слой этих и темных функционалов который тоже выступает как наши тренера то есть деструктивные всякие сущности это по сути как знаете советские тренера такие которые нет действительно хороший пример потому что они гоняли по 12 часов но они растили чемпионов и эти люди просто по умолчанию брали золотые медали вот точно так же темные учителя всякие вот эти демоны подключки и так далее точно так же они лупят палками для того чтобы мы развивались то есть они это делают не для того чтобы там наказать вот я очень не люблю критиковать всякие кармические теории там ну тем не менее никто нас не хочет наказать пожрать побить палками они просто тренера они выполняют они работают вместе со светлыми силами они выполняют эту функцию нашем развитии вот и все поэтому какой страх какой страх я очень люблю кстати говорит с функционалами и мой покровитель один из основной функционал если кто знаком с синим синий кличка функционал чистый функционал я думаю большинство уже знают ну да то есть это сущность которая занимается расчетом вероятностных линий для вероятностных вееров векторов для планетарных планов плотных то есть вот ну и чего его бояться надо изучать то что он говорит а не бояться тоже самое с люцифером тоже самое хорошо спасибо и да кстати ты уловила сейчас целепатически мою мысль очередной вопрос уже тоже третий вопрос который рождается из твоих ответов скажи почему наступило такое разделение на светлые высшие силы и темные например опять таки приведу немножко христианский пример библейский архангел габриэль был представлен в христиансе как светлая высшая суть потом светлый вот такой добрый и вот он вот он такой да без светлый без себя а вот люцифер представлен везде практически как темная высшая суть хотя конечно это все неправда но это условность расскажи узнать это просто не не предмет ну как сказать это будет очень долго это будет реально минут 40 можно про это говорить если так будут двух словах крат ну совсем вкратце то просто можно сказать одно предложение это человеческая вторичная выгода то есть придумать себе зло придумать что кто-то ответственен за их не там болезни и деструктивные программы и непонимание того что все функционально все прекрасно это что вирусы это тоже дети бога как говорит селена даст не согласна вот то есть все в этом мире на своих местах и зло она вот здесь поэтому это очень долгий разговор это это реально просто отдельная беседа почему почему злые добрые темные светлые почему ли цифры плохой а михаил добрый что там за война была про эту войну тоже отдельно можно говорить что значит там третья часть ангела купола на землю звезд там и весь этот вот апокалиптический сценарий да и она богослова что она все значит об этом нужно говорить я обещаю что если кому-то интересно мы об этом поговорим сейчас просто прошу как бы ну если кто-то готов принять такую мысль что люцифер просто функционал он не страшный и архангел михаил и гавриил это те светлые силы которые как раз отвечают за структурой перемещение наших душ за какие-то монадические вещи за за наполнение содержанием так скажем темные создали люцифер создают форму а эти наполнять ее содержание прекрасно то есть разделение на светлые и темные это же одна функционалов и так сказать наполнители это у нас на создатели и которые вливают содержание до духовных ливану который и одухотворители на создатели основы основы матрицы и тот кто в матрицу вдыхает на жизнь и содержание вот вот и все напомнила жизнью когда вот и все разница прекрасно супер но что идем дальше теперь дальше вопросы о твоих сеансах у клиентах скажи если к тебе обращается частный клиент с запросом на индивидуальный ченнелинг о чем чаще всего он спрашивает высшие сути какие чаще всего вопросы он задает предназначение я думаю это не только мне это не только ченнелерам и регрессологом и психологами всем другим и магом да не олухом а ологом это всем предназначение друзья причем одни делят предназначение на внешнее внутреннее я сама так не делю потому что по моему мнению предназначение это просто те программы с которыми сюда приходит душа поэтому налаживаешь контакт с высшим я человека и все его предназначение сразу распаковывается то есть предназначение это на самом деле у нас у всех предназначение одно это активировать в себе творца и прийти к первого творца вот предназначение каждой букашки в принципе до каждого кузнечика на земле и каждой души которые они говорят уже о человеке на все собирают опыт каждая молекула собирает опыт каждое вот мне попались вчера фотографии насекомых с тех пещер в мексике которые мы не поехали и посмотрите на этого кузнечика и на этого паука это же машина по сбору каких-то микро частиц это же машина понимаете то есть все вот вот предназначение собрать определенное количество кусочков чего-то и некоторые люди тоже так живут они не осознаются они встают ходят на работу они собирают кусочки какой-то плотности восприятия не знаю мне сложно судить о том что не собирают ну например на коллективный опыт может быть тактильность и это где-то собирается потом это то есть этот тип людей где-то как-то эгрегориально эти души собирают видимо этот эти опыты поэтому все имеет место быть вот предназначение поэтому это то с чем мы сюда приходим и нужно его распаковать плюс иногда помогает активировать чувствует но знаете как вот вот он чувствует но ищет какое-то подтверждение от высших сил вот он пошел там к тарологу ему сказали это пошел к астрологу ему еще раз это же сказали другими словами нет но я пойду к ченнелеру пусть мне еще скажет какой-нибудь серианец что это так вот тогда я точно уже пойду по этому пути на самом деле это опять у нас что это вторичная выгода то что ты знаешь ты чувствуешь но не делаешь 1000 подтверждений оттягиваешь тот момент когда ты можешь стартовать со своим пакетом талантов а пакет талантов есть у всех даже у тех кто ошибывает стол какой он твердый вот поэтому вот такой вот ответ по поводу предназначения предназначение у нас у всех одно ребята это активировать в себе свет засветиться или как если по кастанели светимость до точку сборки собрать или на место поставить у кого у нас собрано вот поэтому вот так вот насчет предназначение это очень все тоже ну спасибо очень не как всегда интересно и очень развернуто но я думаю мы подошли к последнему вопросу если у меня еще не возникнуть быть вопросы своего ответа я думаю что это будет один из самых главных вопросов потому что люди так мне кажется что они всегда понимают какие вопросы можно задавать высшим сутям а какие нет так вот скажи пожалуйста какие вопросы можно задавать высшим сутям а какие неуместны какую информацию высшие силы состоянии понять от человека а какую нет или не очень ну вообще-то они понимают практически все потому что мы для них очень прозрачные но какие вопросы неуместны все вопросы которые касаются ну будем говорить так грубо грубо материальных вещей видите сигнал это у нас еще раз оркестр завнего плана но уже другое просто оповестят тревогу и всем покинуть помещение да ну даже в этом есть какой то видимо смысл и знак потому что видите какие вопросы не нужно задавать высшим силам какую мне машину купить красную или зеленую а в какой мне банк деньги положить оваль или там не знаю сбербанк или например вопросы о личной жизни о проблемах с мужем это все да но если понимаете тут вопросы о личной жизни это все-таки вопросы к каким-то но это могут быть вопросы каким-то близостоящим хранителям наставником если если и человека конкретно ведут этим путем да то есть но все вопросы которые относятся к сугубо нашей вот этой реальности они не то что их не понимают они их прочитывают очень вот так вот знаете если они поверхности она очень обобщенно вот они чувствуют вашу эмоцию когда вы спрашиваете там проблему такого плана как что что-то приобрести не обязательно даже купить но вот какой-то предмет какой-то вот что-то связано с предотношение станции проблемы с отношения с мужем или с ребенком вот этого плана семейного ну вот я немножко разделяю вопросы о предметных каких-то собой событиях да и вопросы все-таки об отношениях это в принципе почти одно и то же но немножко на разных уровнях вот поэтому первое что касается предметов это просто не пойти как это бесполезные вопросы ну даже если вас поймут вы помощи конкретной не получите почему потому что на этом слое вы отвечаете за все свои выборы то есть это скорее уже тут разговор о веере вероятности и о том то есть о квантовой механике о том то есть что все проявляется в момент выбора то есть реальность проявляется в момент выбора наблюдателя то есть если вы обратили свое внимание на это на это событие да вот ну это скорее уже даже дальше да когда вот следующий уровень у меня предметах говорим потом отношения в отношениях лучше поможет психолог чем высшие силы понимаете серьезно хороший психолог и хорошие книги и хорошая музыка и медитация помогут вам больше чем не знаю архитекторов или люцифера бесполезно спрашивать или архангела михаила бесполезно спрашивать о том как мне вернуть мужа понимаете или как сделать так что не будет чтобы не болели мои дети разберись почему болеют вы дети здесь в этой плотности в этой реальности вот и тогда высшие силы тебе помогут пошлют энергию пошлют знания но понимаете ответы на такие вопросы которые лежат здесь в этой плоскости они будут некорректные они будут очень размыты они там скажут открой свое сердце там не знаю что слушай свою душу слушай там душу своему дуэть его не получите ответа вас поймут вас выслушают но вы не получите практической пользы и следующий уровень и тогда вот обязательно чем я хочу сказать это частица ли в русском языке а надо ли скажите пожалуйста уважаемые высшие силы ангелы-хранители и высшее я а надо ли мне ехать в этот ретрит а надо ли мне выходить замуж или может мне лучше там саморазвитием заниматься она добавить вот это вот ли вот это вот как раз то что лежит в сфере выбора вероятности в сфере выбора наблюдателя то есть поймите что если вы уже задаете вопрос ли ваше подсознание уже сделала выбор все что касается выбора это относится здесь вашей плотности ответ всегда будет надо ехать правильно ли правильно правильно надо ли надо поехать поехать потому что они ваш выбор прочитывают они его видят они его считывают и к ну конечно правильно потому что это же ваш выбор вы же здесь живете это ваш опыт если вы сделали выбор они озвучили вы его озвучили они подтвердят конечно правильный и ей делай потому что у нас разворачивать правило внутри ближайших у нас много разворачивается 12 впереди 12 сзади на раньше человечество было 360 градусов угол обзора сейчас осталось 5 как у птички вот но последнее вот о чем я хочу сказать что нам подсвечивается как правило три линии вот почему у нас все сказки о выборе там на правой пойдешь коня потеряешь на левой пойдешь сам потеряешься конь вместо тебя останется а прямо пойдешь то может что-то и получится царевну лягушку словишь потому что мы как правило выбираем вот этот вот прямо если мы видим путь влево и вправо для нас это сразу жили мы сразу начинаем сомневаться и спрашивать высших сил она долином туда или туда надо а из почему то почему это происходит из-за неуверенности из-за зоны комфорта из-за того чтобы эти как если у нас нам подсвечено три дороги и ну как бы горит центральная какая-то лампа конечно на первой дороге света больше на прямой если мы видим на этой прямой какие-то события какие-то кучи лежат которые нам не нравится мы хотим свернуть ну то есть если у нас повторяется каждый раз какие-то дисциплины программы если мы часто болеем мы понимаем ага надо что-то поменять и тогда мы пытаемся свернуть на какую-то из наших альтернативных дорог и тогда возникает вот это ли но у нас есть встроенный орган интуиция слушайте его там все есть если вы уже сделали себе запроса надо ли мне поменять это значит что надо менять и чем больше вы боитесь тем больше как бы шансов того что это в эту линию перенесете те же самые какашки которые были там откуда вы хотите уйти вот и все поэтому высшие силы всегда на частицу ли ответят да ответят да и если у вас что-то не получится вот их обвинять не надо это не их вина они вообще здесь в этой иллюзии очень мало к сожалению имеет влияние на личные события и ряды они собираются выйти от планетарного масштаба вот здесь слово масштаб уместно но никак не знаете какой-то сценарист или архитектор не будут заниматься вашей личной жизнью обращайтесь к высшему я а там все ключи спасибо я на скажи а высшие сути сейчас по правительству человечеству или только каким-то выборочным душам выборочным сознанием или все или всему человечеству всему человечеству и даже не по правительству это просто сосуществуют потому что мы это одно целое снимем вообще во вселенной все существует квантово существует одновременно поэтому мы это тоже они какие-то миллионы лет назад но это все уже произошло я не знаю как это вся вселенная уже произошла она просто для нас разворачивается во времени поэтому мы это они они это мы поэтому это все существует как бы это даже не покровительство это просто как проживание своих же опытов и соответственно это воспринимается нами как помощь и вот та информация которую мы принимаем это фактически это тот путь который они уже прошли и они знают как они были нами они прошли этот путь и теперь нам рассказывают как бы мы же сами себе мы как при идеале себе рассказываем как но потому что это все уже произошло я не знаю может это слишком сложно и скажут что я что-то там придумываю но кто поймет но читайте читайте квантовую физику для есть такая есть канал чудесный кто хочет кто хочет тому скину ссылку но и учебник без кино вы просто почитайте вот классическую квантовую механику всем эзотерикам советую то есть очень многое станет на места и совершенно просто по-новому раскроется вы найдете подтверждение всем вашим теориям всем вашим наработкам каким-то которые вы верили которыми вы которым вес вы сами пришли своим опытом группы поймете на новом уровне это все то есть что такое одновременность такой нет времени что такое наблюдатель и выбор то есть вот так вот работают высшие сути кстати они оттуда они на том уровне мыслят поэтому нужно подтягиваться немножко до этого уровня как они мыслят вот и пытаться в себе раскрыть этот потенциал творца мыслите как боги то есть это не метафора это буквальное выражение мыслите как боги я думаю что можно побить браво тяне очень информативно очень конкретно очень интересно и не очень длинно и очень длинно вот я считаю что эта информация будет полезна для абсолютно всех ну что мы на сегодня закончили по крайней мере кто такой ченнелеры чем они занимаются поняли это главное да и главное что у нас сегодня задний фон совершенно другой не оркестр бытовой техники из кастрюль стафанов и тарелок у нас сегодня был задний фон это джаз немножко ну все не случайно видимо надо было сделать две попытки потому что возможно на первой записи чего-то я не досказала каких-то вопросов не было вот сегодня или каких-то вопросов я до пришли то есть видимо ну случайности вообще такого слова нет забудьте его никогда не вспоминайте то есть нам просто нужно было второй раз сюда приехать и сделать это нормально вот и все сделать это лучше что на этом я думаю нужно прощаться и подписывайтесь задавайте вопросы главное задавайте вопросы чтобы это не было все в пустоту чтобы это имело продолжение имело практическую пользу и приходите на сессии мои на сарин и будем продолжать наше общение всем доброго времени суток и до связи до свидания всех благодарим всех кто нас слушал подписывайтесь ребята на наш канал на ю тубе в инстаграме вконтакте на фейсбуке и везде где найдете хрониках акаши но они там все есть там все есть всегда все ребята будет обязательно продолжение до новых встреч всех обнимаем пока